Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа «Вести Карачаева Черкесия». С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Мы вместе! За участие в акции 166 волонтеров Карачаева Черкесии наградят памятными медалями за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. С этой службой всегда надежно. Вне ведомственная охрана Росгвардии сегодня отмечает день своего образования. Плюсы и минусы непростой работы. Процентная ставка всего 7,7. Предприниматели Карачаева Черкесии приглашают получить льготные кредиты на развитие бизнеса. 166 жителей Карачаева Черкесии будут награждены памятными медалями за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Распоряжением президента Владимира Путина в июне этого года была учреждена памятная медаль за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Ее вручают неравнодушным гражданам, которые в рамках общероссийской акции безвозмездно приходили на помощь нуждающимся. И на этой неделе наградили студентов-медиков Северокавказской государственной академии. Смотрите подробности. С начала пандемии студенты-медики Карачаевой Черкесии активно принимали участие в мероприятиях, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Из-за бескорыстной вклада и помощи в реализации всероссийской акции «Мы вместе» отличившихся студентов приехал поздравить министр здравоохранения республики Казим Шаманов. Вы все выбрали эту профессию. Вы все завтра замените всех нас, которые за временем уйдем. А тот опыт, что вы получили, поможет вам правильно иметь моральный стержень в работе. Вы увидите и видите сейчас, насколько важна медицина. Вся страна это поняла. Во время пандемии все поняли, насколько важен каждый работник здравоохранения. Несмотря на загруженный учебный процесс, будущие врачи не желали оставаться в стороне. Понимая это, руководство академии приняло решение сделать для них особый график учебы, что давало возможность не в ущерб занятиям работать во благо общества. Вклад в шлейф, который собственной жизни пути каждый из вас уже сделал, он говорит об очень многом. И постарайтесь, чтобы шлейф вашего жизненного пути, он формировался за счет точно таких же благородных, многочисленных поступков, которые в конечном итоге позволят вам с высоко поднятой головой смотреть и вокруг, и смотреть на пройденный путь. Памятные медали и грамоты получили 66 студентов академии, в том числе и студент четвертого курса Игорь Юрченко. Мы пошли работать просто туда, для того, чтобы помочь людям, которые нуждаются. Мы в основном помогали, привозили оборудование, устанавливали кровати, также помогали где-то, какие-то вопросы решали с ремонтом. Когда не было возможности врачам этим заниматься, мы помогали. Так что, ну, только для того, чтобы помочь окружающим людям. Сегодня, когда ты получил столь высокую награду, что ты чувствуешь? Есть честная гордость. Я очень рад за себя, за своих коллег, за ребят, что мы получили такую высокую награду. Всего с начала пандемии в волонтерской деятельности приняли участие более 200 студентов-медиков со всей республики. Это еще раз доказывает, что профессию они выбрали по зову сердца. Руслан Жукаев, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия. И сегодня гость нашей программы – волонтер-медик Карина Лайпанова. Она подробнее расскажет о работе в период пандемии. Доброе утро, Карина. Спасибо, что пришла к нам в гости. Расскажи, пожалуйста, как началась работа волонтеров-медиков в период пандемии коронавирусной инфекции? Доброе утро, Руслан. Очень приятно, что вы пригласили меня сегодня сюда. Но для начала расскажу, что в Карачаево-Черкесии имеется медицинский институт Северо-Кавказской государственной академии. На базе этого института существует такая организация «Волонтеры-медики». Эта организация функционирует с 2018 года. Сейчас 250 волонтеров-медиков по всей Карачаево-Черкесской республике. И с начала пандемии более 50 студентов медицинского нашего института работали в COVID-госпиталях. Но помимо этого волонтерство именно в нашем направлении, то есть волонтеры-медики, они не только работали в госпиталях, а также принимают участие и по другим направлениям. Начиная с третьего курса в медицинском институте студенты могут сдать экзамен на средний медицинский персонал. То есть они уже готовы, выходят, сдают экзамены. Практическая и теоретическая части они могут уже считаться полноправными медсестрами и медбратьями. То есть те, у которых были вот эти сертификаты, они работали в качестве медсестер и медбратьев в COVID-госпиталях. Те, у которых не было этого, также они не прошли мимо. Они могли работать либо дезинфекторами, либо даже санитарами. То есть у нас по всем направлениям во многих COVID-госпиталях студенты активно принимали такую участие. Даже в обычное время студент-медик имеет не так много свободного времени, чтобы чем-то параллельно заниматься. То есть он постоянно находится на занятиях, на практике. А как обстояли дела во время пандемии? Ведь они и учились параллельно, и работали в COVID-госпиталях. Я как студентка шестого курса могу сказать, что сейчас у нас, как ты говоришь, насыщенный график. Собственно говоря, как и все предыдущие пять лет обучения в медицинском институте. Подготовка к ГОСам, подготовка к аккредитации. То есть невозможность остаться в стороне при таком раскладе в нашей республике. Хотелось, конечно же, помочь, но и учебу тоже забрасывать не хотелось, потому что невозможно. То есть в будущем будем помогать людям, и мы понимаем, что медицинский институт – это та сфера, где нужно обязательно все знать и не пропускать. В этом вопросе, конечно же, нам помогло решение нашего руководства в лице ректора нашей академии Качкарова Руслана Махаровича и директора нашего института Узденова Мурата Борисовича. Для студентов, которые изъявили желание работать в госпитале, все организационные моменты были учтены. То есть сделан отдельный график, по которому они будут обучаться и, соответственно, сдавать свои зачеты и экзамены. Карина, такой вопрос. Что для тебя волонтерство? Волонтерство для меня, как бы это банально не прозвучало, это милосердие, это помощь, сострадание другим людям. Невозможно описать то чувство, когда приходишь, там, помощь, например, пожилым людям. Да вот сейчас, как раз хочется осветить этот момент тоже, наши ребята и во время карантина, во время самоизоляции, и сейчас также продолжают быть операторами. То есть мы сидим на телефонах, принимаем звонки от пожилых людей и помогаем им с лекарственным обеспечением. Как это приятно. Отвозишь лекарства, вот на своем примере скажу. Развожу лекарства, люди радуются, пожилые люди. И чувство вот во мне вот эта чаша добра, она наполняется, переполняется и хочется дарить тепло и помогать. Это прекрасно. И для меня, и для всех моих коллег есть такое замечательное выражение «светя другим, сгораю сам». Это и есть мой девиз, с которым я иду по жизни, как и все волонтеры, как и все врачи. Мы созданы, чтобы помогать всем людям. И наиболее приятно, когда твой труд оценивают, когда нами интересуются, в частности, я вот про волонтеров-медиков. И вот недавно нам вручили такие прекрасные медали, грамоту за наш труд от Владимира Владимировича Путина. Очень приятно. Карина, огромное спасибо вам, что пришли сегодня к нам в гости. И, конечно же, отдельно хочу поблагодарить всех волонтеров-медиков республики за то, что они, несмотря на тяжелую обстановку, помогали людям и параллельно учились. Сегодня последний день октября, но, несмотря на желтую листву, осень все еще не вступила в свои права. Прогноз погоды продолжает наш эфир. Редактор субтитров А.Семкин Одно из самых мобильных подразделений Росгвардии сегодня отмечает свой день образования. Вневедомственная охрана выполняет задачи по охране объектов собственности, решает имущественные его интересы граждан и юридических лиц. О том, какие изменения произошли в данном подразделении в этом году, мы расскажем в нашей постоянной рубрике «В гостях у Росгвардии». Добрый день, дорогие телезрители! Цель и задачи отдела медицинской охраны по городу Черкесску и всей охраны в целом заключается в охране объектов, квартир и мест проживания, хранении имущества граждан по договорам. Также во время проведения массовых мероприятий отделом охраны осуществляется охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. В этом году отделом медицинской охраны по городу Черкесску было принято под охрану 39 объектов и мест проживания, хранения имущества граждан. В общей сложности мы по городу Черкесску охраняем 1144 объектов, квартир и мест хранения имущества граждан. Неведомственная охрана подразумевает оперативность и быстроту реагирования. При поступлении сигнала тревога с охраняемого объекта на место беззамедлительно выдвигается группа задержания, которая прибывает на место кратчайшим путем и максимально короткое время. Обязанность водителя входит утром прибыть за полчаса до инструктажа, получить средства связи, путевой лист, осмотреть машину, выехать на маршрут. На маршруте ездим согласно карточке патрулирования. При поступлении сигнала тревога с охраняемого объекта незамедлительно выдвинутся. Ездим, не нарушая правила дорожного движения кратчайшим путем. Слаженности и оперативности в такой работе помогают постоянные тренировки. Обязанность старшего группы задержания заключается в том, что прибывая на охраняемый объект, докладываем прибытие в ЦОУ, АВО по городу Черкесску. Заблокировав, осмотрев данный объект, докладываем нарушения, блокируем данный объект и пути вероятного проникновения. Это все докладываю на дежурную часть. После этого действуем согласно показаниям ЦОУ по городу Черкесску. Работа сотрудников неведомственной охраны не прекращается ни на минуту. Благодаря такой бдительности сотрудникам неведомственной охраны за истекшие 9 месяцев текущего года, краш сохраняемых объектов не допущена. Ну что ж, на этом наша рубрика подошла к концу. Вам, дорогие телезрители, я желаю удачных выходных и до новых встреч в эфире. Предприниматели Карачаева-Черкесии приглашают получить льготные кредиты на развитие бизнеса. Процентная ставка всего 7,7. О том, кто выдает такие льготные деньги, узнавал мой коллега Руслан Гаркмазов. Работа мне нравится, потому что она несложная. Все наше производство оснащено хорошим освещением и автоматизированными швейными машинками. В день через сутки мастерицы швейного цеха проходит более 1 тысячи шапок. Предприятие занимается разработкой, производцем и продажей вязаного трикотажа для детей и взрослых. В этом году на фабрике решили удвоить обороты и обратились за получением поддержки в рамках национального проекта по развитию малых и средних предприятий. Все эти клиенты работают с отсрочкой платежа. То есть нам для начала нужно обеспечить сырье, фурнитуру и само производство. Соответственно, закупиться заранее. А денежные средства от клиентов мы уже получаем потом. Работа закипела, потому что есть и сырье, и контракты. Шапки из Карачао-Черкесии продаются по всей Российской Федерации для каждого региона своей модель. Вот такая вот яркая, тонкая для Красной Поляны и Сочи. А вот такая вот теплая, с мехом и с подкладой, чтобы голову не продувало, для Чукотского автономного округа. В качестве финансового партнера выбрали МСП-банк. 15 миллионов рублей уже получили и направили на закупку сырья. В итоге мастера шапок из Карачао-Черкесии до конца года обеспечены большими федеральными заказами. На льготную поддержку могут рассчитывать предприниматели организации, включенные в реестр МСП. Это микро, малые и средние компании. Банк оказывает прямую кредитную поддержку по льготным ставкам. Мы работаем в рамках льготных программ Минэкономразвития и Минсельхоза. Деньги удается получить быстро и выиграть драгоценное время. Это говорят предприниматели. Особенно важно для сезонных работ. Реализация банка МСП своей деятельности на территории Карачао-Черкесии решает очень важную инфраструктурную задачу в рамках помощи и поддержки предпринимателям. Это в первую очередь удовлетворение потребностей в дешевых денежно-кредитных средствах для предпринимателей. Банк в Карачао-Черкесии для развития микро, малых и средних предприятий уже в этом году выдал кредитов на сумму более 77 миллионов рублей. Льготные деньги могут получить и производители колбас, и модные кофейни. Самое главное – четко обозначить свою мечту об успешном бизнесе. Руслан Куркмазов, Рашид Токов, Вести, Карачао, Черкесия. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»